Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 22 декабря По народному месяцу слову Анна темная, Анна зимняя В этот день христиане чтут память святой Анны, зачавшей в этот день Богородицу Жила в городе Назарете, первый век Крестьяне считали этот день самым темным и коротким в году, а потому и Анна темная С этого дня и до Спиридона солнцеворота 25 декабря ночь на земле свои именин исправляет Неохотно уползая за горизонт с наступлением серого, больше похожего на сумерки, утра Голодные волки в это время в большие стаи сбиваются А задержавшиеся в дороге путники спешат к постоялым дворам, чтобы не рисковать, странствуя по темну в одиночку Разве что большой санный поезд отважится потревожить ночную тишину звоном своих колокольчиков Да и то, если путь его по открытым полям проходит, в лес не сворачивая И кажется порой, что уже никогда не наступит долгожданный рассвет и не хватит у замерзшего в сугробах солнца ни силы, ни духа черной ночи противостоять Но даже самая темная и длинная ночь когда-нибудь кончается, а наступивший день, забыв об унылых волчьих песнях, новыми звуками наполняется, принимаясь за свои привычные дела Анна на Руси считалась покровительницей беременных женщин, на которых в этот день возлагалось много запретов Им в это время полагалось соблюдать строгий пост, избегать любых ссор и неприятностей Не попадаться на глаза местным дурачкам, убогим и изувеченным А также не разжигать огонь в печи, не прясть, не вязать, не ткать и вообще не приниматься ни за какую серьезную работу, чтобы случайно не навредить своему будущему ребенку Ведь согласно бытовавшему поверью, все увиденное, услышанное и пережитое в этот день передавалось будущей матерью, своему еще не родившемуся малышу Люди, в этих вопросах следующее, уверяли, что раздуваемый беременной женщиной огонь мог на тельце младенца красную отметину оставить Запутавшиеся при работе нити скручивали его поповину жгутом, а убогие и уродливые якобы передавали ему свои увечья Чтобы беременность была легкая, нельзя было переступать острые предметы и упряжь, чтобы не причинить боль или не замкнуть беременность Поэтому будущие мамаши предпочитали в избежание неприятностей не только из дома, а даже из своих светелок в этот день не выходить Впрочем, Анна зимняя и у пчеловодов слыла приметливым сроком В этот день медовым старателям полагалось спуститься в омшанники, где улья стоят, и, потолкав каждый из них, проговорить Как вы, мушки благодушные, зачилися детьми, зачинайте также белые и желтые воски и густые меды, богам и чудотворцам в досталь, а мне в пожиток Да и как можно не просить мушек благодушных, если мед русскому человеку во все времена служил и лакомством, и залогом благосостояния, и главным лекарством от многих недугов А нет своих ульев с пчелками, так узнайте, где можно настоящий мед купить Запасайтесь, ешьте и набирайте сил, они вам понадобятся В этот день примечали На Анну большой иней на деревьях, и снег лежит буграми, к урожаю Снег примыкает к изгороди вплотную, лето ждали плохое, а если нет, урожайное 22 декабря светит солнце, по 31 декабря тоже будет ясно Анна зиму устанавливает окончательно А еще добавляли Зима силу набирает, а солнце на весну поворачивает Здравия и мудрости вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok